Всем здорова с вами, на этом мы продолжаем проходить бесконечное лето, мод под названием Свобода или Счастье. Как я и говорил, то что я вернусь к этому моду, но только когда я пройду вот эту вот историю Двух Студентов 2. Историю Двух Студентов 2 я прошел, только мне осталось ее там выложить и все, там по идее осталось где-то 2-3 серии. Не знаю, что быстрее выложу эту серию, либо же окончательно уже Историю Двух Студентов 2. Думаю, то что в третьей части там должны все объяснить, ну а пока что, пока что возвращаемся к данному моду чудесному произведению. Как там говорили в комментариях, то что вроде бы, вроде бы где-то там совсем чуть-чуть, совсем коротенький этот мод получается, где-то по 20-30 минут серию записывать, да и будет вообще заебумба. В ларьке на автобусной остановке я разжился быстро тающим в руке сникерсом, который и стал моим завтраком. К счастью, ударная доза сахара и кофеина, которую содержала наскоро проглоченный батончик, развеяла мои тяжелые мысли. Черт знает почему, но у меня даже появилось хорошее предчувствие в связи с предстоящей поездкой. Бледная коробка надежды, а, чего, бледная робкая надежда, что эта поездка может изменить мою жизнь к лучшему. А я тоже думаю, какая бледная коробка надежды. И, возможно, Семен вместо сникерса еще какие-то конфеты, я не знаю, там, веры, надежды и любви с собой взял в поездку. Хер его знать. Но я единственное, что помню, то, что там был какой-то темный Семен. Ну, не тот темный Семен, который говорил то, что ты тут не выберешься. И такой Семен, нет, я хочу выбраться. Вот, то, что реально черный Семен, не Black Lives Matter, а действительно черный. Вот всей своей чернотой догадывающей то, что он черный. Опять мечтаешь, Семен, мало раз ты обжигался. Еще не понял, где твое место в этом мире. Ну, видимо, у Семена действительно... Вот, блин, самое, что меня привлекло, я вот самое, что помню. Так это вот эти вот, я не знаю, то ли просто от баллы какие-то фоны взяли, то ли действительно для этого мода делали специальные фоны, которые мне напоминают немного игру Амнезия Воспоминаний. Вот та игра мне тоже очень нравилась. Вот из-за фонов, то, что там японские улочки, то, что как там сравнивал я даже с реальными фотографиями, как даже есть такая информация, то, что некоторые, точнее, не то, чтобы некоторые, а даже все вот создатели манги, создатели вот таких вот новелл, черпают не из своего воображения места, а вот из реального места вот в Японии. Я даже так вот посмотрел, то, что из-за аниме твоего имя я такой, нихера себе, это действительно такие места есть в реальности. Ух ты же, блин. А я думал то, что это только в раю такие места могут быть. Ладно, я чё-то отвлёкся. Долго искать сокурсников не пришлось. Они обнаружились в сквере позади главного корпуса, где кар-квар-дорад-доноголовый памятник основателю нашей альмаматора Тосклива взирал на едва ли журшавший фонтанчик среди аллеи. Блин, я уж чуть не про квадратноголового, чуть язык че не сломал, и даже голову. О, привет, Сеня, я уж подумал, что ты не придёшь. Хэ, и что же вы не уехали-то без меня? Пробурчал я, игнорируя приветствия. И все компании, которые тут собрались, более-менее тесно я общался только с Сашей. И то лишь потому, что мы знакомы ещё со школьных времён. С остальными же моё общение ограничилось фразами «Привет, пока» и «Одолжи десятку на автобус». Последнее никогда и не говорил я, но часто говорили мне. «Одногроменькие почему-то считали, что у меня этих десяток всегда кур не клюют, раз предки оплачивают мне аренную квартиру». Стайки девочек, о чём-то шебетавших вдруг в стороне, я заметил двух вовсе мне незнакомых. Видимо, тех самых, о которых говорил мне Саша. «Всё взял, ничего не забыл». Спросил он, будто у меня был внятный список того, что следует брать мне в поход. Скоро узнаем, забыл я или нет. Он доброждущно улыбнулся, что вызвало во мне ещё больше раздражения. Вот я даже насчёт этого Санька, я не знаю. Это действительно спрайт какой-то взятый от балды, либо специально для этого мода сделано. Если специально для этого мода вот этот вот фон был сделан и вот этот вот Санёк, то как бы респект разрабам мода, серьёзно. Как бы я видел некоторые фоны в виде пятёрочки, в виде там какого-то Абдристанного двора, ну и типичного Рашкиного Абдристанного двора, но, блин, там выглядело всё слишком реалистично. Вот тут уже походит на такой вот интересный-интересный фон, интересный спрайт, как будто это, я не знаю, для отдельной игры какой-то делали. Хотя очевидных поводов злиться на приятеля у меня и не было, но всё-таки всё равно что-то было не так. Автобусная станция находилась в парке в паре кварталов от университета, поэтому вот туда мы пошли пешком. Разумеется, девочки все свои вещи сами нести не стали. По общему решению парней, хотя меня и никто не спрашивал, их в сумке понесла мужская часть компании. Эээ, да, при этом мне почему-то досталась Сашкина сумка с уже замаринованными шашлыками, а Саша в обе руки взял из сумки девочек. Вроде груз распределили поровну, но получилось, что единственный, кто не помогает девочкам нести их вещи. Но ты, блин, помогаешь Саньку своему другану, а как бы это тоже дело такое важное. Я, кстати, понял, почему я не хотел этот мод проходить, потому что тут этот Семён грёбаный социофоб, который... Во, блин, то-то, то-то, то-то. От этого я посмурнел ещё сильнее. Ничего, не дрейф. Ща как бы, как бы, ух ты же, блин, ни хера себе там фон Иван Гога. Автобус нам достался практически свободно. Сидячий Месхова стало с лихвой. Но всё равно я поторопился занять одинарное место, чтобы рядом со мной не было никого, а. Ну, блин, Семён, а, ну такой Семён. Кстати, я точно так же делал то, что в маршрутке одинарные места всегда занимал, чтобы, мало ли, там какой-нибудь упитанный человек подсядет и своей туши меня вдруг не придавил. Едва старый лязик тронулся и сразу же нацепил наушники и уткнулся в окно. И заиграла музыка бесконечного лета. Та-та-ра-та-ра-дай-дэн. Такая же лепота. Поездка была не то, чтобы долго, но два часа пялец в унылый в пригораженный пейзаж было не слишком увлекательно. Стабильный интернет пропадал, а тоже довольно шустро. Мне оставалось только слушать музыку, да и сподобали позыркивать на двух девчат, сидящих чуть впереди. Это были те самые незнакомые мне девушки со второго курса. Они о чём-то увлечённо шептались и периодически весельно хихикали. Я долго не мог понять, что их так веселит, пока я не заметил, что они наблюдают за мной через большое зеркало, который водитель повесил над лобовым стеклом, чтобы видеть салон. Барышни давно заметили, что я на них пялись, благодаря зеркалу. Им даже не пришлось оглядываться, чтобы увидеть, как я сконфузился, поняв, что разоблачён. Впрочем, я не стал бы рассматривать девчат, просто теперь делал это уже через зеркало. В нём мой взгляд особенно часто встречался с одной из них, стройной, бледной симпатяшкой, которая носила длинный окрашенный фиолетовый цвет волосы. А, ну лунтик знакомый, тут у нас уже силуэта по описанию. Она мило мне улыбалась, всякий раз весело реагируя на моё смущение и сообщая об этом своей подруге. Остаток поездки я так и прошёл в нелогких гляделках, подмигиваниях и девичьем хохоте. Ну окей, как бы... Стоп, и никаких перемещений в Савёнок? Не, это чё-то новенькое. О том, что мы прибыли на место, назначение сообщил опытный Саша, вероятно, уже не раз бывавшись в таких местах. Автобус высадил нас в совершенно непримечательном захолустье, где по одну сторону дороги лежала какая-то живописная деревушка, с виду застрявшаяся в 30-х годах прошлого века, а по другую обе стороны тянутся бесконечный лес. В него и лежал наш путь. Но вместо леса вы пришли в лагерь Савёнок каким-то хреном, да? Как-то так всё заверится, потому что я не думаю то, что в моде про бесконечное лето, да, про пионеров будет какой-то мод без лагеря Савёнка. Ну, мне чё-то мало так верится. Я уже морально приготовился тащить на себе вьюки через непроходимые заросли, как персонаж Джека Лондона, с трудом преодолевая лесные завалы и неожиданные овраги. Но, блин, как будто бы, я не знаю, как будто бы эта полянка немного переделанная с вот этой вот Савёнка, да, но такое ощущение, как будто она, блин, вся заросшая уже. Деревья как баобабы тут выросли, но Саша вёл нас по неохотно протоптанной стёжке, которая в итоге закончилась у живописной поляны с небольшим озером и ручейком. «Всё, братва, пришли!» Мы разгрузили со спины рюкзаки, которые, как по команде, почему-то сгрузили в одну кучу и принялись осматривать выбранную нашим провожатым поляну. Пять минут привал, а потом быстро ставим палатки, разжигаем костёр и кипятим на нём чай. А то я уже порядком проголодался, а к бутербродам нужен чай. Вот с этим я полностью соглашусь. «А шашлыки?» Скоро, сказали несколько девочек и тут же дружно расхохотались. Мне кажется, надо было озвучить как-то так. «А шашлыки?» «Где тю чашлик-мачлик?» «Сейчас вот с чаем вот прям заебум бы будет!» Да, шашлыки вечером. Сначала нужно разбить лагерь и освоиться. Бывал и в походах Саша обладал опытом, с которым никто не стал спорить. Хотя никто её формально не назначал главным. Как-то само так получилось, что он начал раздавать команды, а мы послушно их выполнять. Двое парней расставляли палатки, девочки проводили инвертацию в произведённых припасах. А мне же досталась самая желанная миссия – идти собирать дворованную для костра. А, ну как бы его одного отправили, да и всё. Она была потому что желанной, что я мог это делать в полном одиночестве. Быстро доставив первую партию хвороста для костра, я отправился на новый заход, сославшись на то, что лучше заготовить ещё пару дворовок. Так что лучше уж про запас будут у нас дрова, чем, как говорится, потом среди ночи ходить и искать по тёмному лесу. И, вероятно, до того, что сломаешь ногу, количество сфер возрастёт. Вроде почаще прислушившись к шебетанию птиц, я почувствовал, что дурное настроение, которое охватило меня с утра, куда-то улетучилось. Вновь возникло ощущение, что скоро произойдёт что-то хорошее, что-то... что-то хер пойми какое, и что это было, мать его, за хруст. Сзади от чёрного треснула сухая ветка. А, не, я всё-таки ошибался, это не Лунтик, это какая-то аниме-бобень. Обернувшись, я увидел ту самую девчушку, которая хихикала с подругой в автобусе, играя со мной в гляделки через зеркало. «Привет!» «Она что, со мной проследила, что ли?» «Привет, ты чего подкрадываешься-то?» Ляпнул я от неожиданности и волнения. Вопрос прозвучал почти как претензия, хотя затевать ссору я явно не хотел. «И ничего я не подкрадываюсь!» Немного обиженно сказала она, «Я же про себя отметил несколько сладеньких у неё голосок, что у меня аж пристал немного, прямо как у той девушки-оператора, на которую я каждый раз попадаю, заказывая пиццу на дом. А может, это она и здесь? Вот это вот будет совпадение, да?» Я просто решил прогуляться, посмотреть, что здесь вокруг. Я не знал, что ей на это ответить, поэтому просто молчал, как дурак. «А ты дырва собираешь, да? Давай я тебе помогу!» «Не надо, гуляешь, иди гуляй!» «Не надо своими анимешными руками ко мне прикасаться к моему детственному телу!» Я никак не мог сообразить, в чём тут подвох! Девушка была очень симпатична, во всяком случае на мой вкус! И за всю свою никчёмную жизнь я бы не мог припомнить, чтобы подобная красотка хотя бы раз по своей инициативе предлагала составить мне компанию. Ну, как говорится, на вкус и цвет, но мне фиолетовый цвет волос что-то не очень нравится. Хотя, я помню персонажей из Infamous Seconds, которые, блин, просто по внешности мне очень понравились. Вот это вот, Эбигейл Уокер. То, что там и волосы, как мне казалось, сначала то, что у неё под корой как бы топовый причесон. И цвет волос тоже прикольный, так что... Да и сама Бобень тоже прикольная. И когда в PS Plus'е раздавали, помню то, что в Infamous First Light играл просто с загляденьем. Как бы одна из моих любимых игр на PS4, но я чё-то отвлёкся. По своей инициативе предлагала составить мне компанию. Не дождавшись моего ответа, она продолжила диалог, вернее, монолог. А меня Настя зовут, а тебя как? А, ну значит, точно не Лена. Поскольку ответ на этот вопрос был глубоко зашить в подкорке сознания, и надеялся с моей стороны вообще никаких интеллектуальных усилий, я автоматически выпалил. Семён! Настя улыбнулась, моя реакция и сказала, прикольно познакомиться с Семён. Девушка принялась собирать сухие ветки под ногами, а я некоторое время пялился на неё, пока не сообразил, что она может и обидеться, если заметит это. Но если ты пялился на некоторые её хорошие места, и она как бы не против, то мне кажется, Настя Семён на кое-что намекает, то что с тобой хочет трахать и бедох какой-нибудь сотворить. Я тоже встал в позу дачника и стал собирать душняк. Ух ты ж, блин, мне немного по-другому показалась там поза дачника, то что сзади неё встал и начал осматривать, ну, все красоты её тела. За пару минут мы набрали по полной охапке дров и побрили назад. Ты ведь, Саша, в одной группе учишься, да? Ага, кажется, всё встало на свои места. Девушка вышла на разведку и добыла языка. Хочется разузнать побольше о том, кто ей понравился. Ну да, вроде в одной. А чем увлекаешься? Этот вопрос застал меня врасплох. Ну, короче говоря, смотри. Аниме всякие смотрю. Мандалорец, Джо-Джо. Как бы, если ты не в курсе мемасов пройдил, то как бы иди лесом на три буквы, и я тебя не знаю. Всё. Так что, если ты не знаешь Джо-Джо, то мне с тобой говорить не о чем. А уж Евангелион, так это подавно классика, которую должен знать каждый. Точнее, классика, которую должен знать каждый, это Наруто. Смотрел аниме или нет, но Наруто должен знать всегда. Как говорится, разбуди и скажи, какое аниме существует такое? Выпалил Наруто. Так, я вытарочился на свою запутницу вместо того, чтобы смотреть по ноге. И знатно так припух, да, знатно звезданулся. И очень зря. Древний пенёк, вероятнее, не первое десятилетие, поджидавший здесь именно меня, словно сделал подсечку. И я рыбкой нырнул в роскошные заросли папоротника. Хм, Семён, ты как-то не усушился? Она выронила свою хапку дров и бросилась ко мне на выручку. Да не, всё нормально, я там, это, мухоморник нашёл один. Супчик сейчас заварганим, хороший. Не сказать, что мне впрямь была нужна её помощь, но столь явное проявление беспокойства со стороны симпатичной девочки было для меня чем-то совершенно новым и незнакомым. Но очень даже приятным. Да всё в порядке, просто я немного споткнулся. Как бы Семён немного рассеянный. Я выпал с зарослей, где безвестно сгибла моя хапка хвороста. Искать её там было гиблой затеей. Тем более насобирать новую было вопросом пару минут. Блин, такое ощущение, как будто в этих зарослях папоротника прям целая страна чудес. Да, и Семён таку боится то, что я сейчас стану Алисой, которая туда заглянет и пропадёт на хер по несколько часов. Хотя я думаю, то, что там ну, было, блин, самая большая заросль, которая может быть в лесу это куст. И вот охапку вот дров, представьте, то, что вы несёте, вы потеряли в кустах и такие не, я туда не полезу, а то я ещё там пропаду, как бы с голода помру, а мне ещё как бы аниме смотреть и смотреть, да, и с моей рукой время проводить. Ой, у тебя кровь сильно ударился. Я начал ощупывать лицо, пытаясь отыскать ранение, о котором она говорила. Кровь обнаружилась над правой бровью, именно там, где прикосновения вдруг оказались довольно болезненными. Ведь он скорее в лагере, надо рану продезинфицировать. Я стал отнекиваться уверять, что в маленькой царапине не ничего страшного. Ну, как бы с одной стороны, чтобы показать всю свою мужественность, можно так, конечно, говорить, да, то, что, ой, блин, это царапина, как бы рано я получаю уж в реальную жизнь, когда пытаюсь просто кошака погладить, а он мне говорит, пошёл нахуй на китайском языке. Но девушка не желала ничего слушать и почти силком поволокла меня в сторону полянки. Надо признать, что направление она держала весьма уверенно. А я вот и уже начал сомневаться. Откуда мы пришли и где наша цель? А, мне кажется, что Саня знал то, что вот этот вот Семён, его грёбаный социофоб, может заблудиться и подослал к нему местного аналога Лунтика, который... Чё-то меня смущает номер палатки. Я только хотел сказать то, что, блин, а чё же всё-таки про бесконечку тут будет? А тут вот, блин, чё-то меня очень уж сильно смущает номер палатки. Такое, ну, как бы обыкновенный номер, да, 410, с чем бы это может быть связано? Чувство направления Настю не подвело. И скоро мы уже были в лагере. Блин, вот палатка, которая переносит в Савёнка, мне просто интересно, а будет ли толчок, который переносит, вот ты зашёл в него посрать, а он тебя взял и перенёс в Савёнок, типа, биотуалет времени получается какой-то. Я направился к ручью, чтобы смыть кровь с лица. И, ух, твою-то мать, но едва склонился над водой, как увидел на её поверхности силуэт. Там, где должно было казаться моё отражение, на воде колыхалась тень. Та самая из кошмара, но это, блин, уже не тень, это просто тёмный Семён. Посреди жуткого безглазого лица отчётного проступала нагло ухмылка. Фу, я скачал от воды словно ошарашенный. И прежде чем я успел что-то собрать здесь рядом возникла Настя. Ты что, Семён, нельзя промывать рану в ручей. Инфекцию занесёшь. Пойдём, я тебе обработаю. Я кивнул, и тогда девушка отвернулась и снова заглянул в ручей. И теперь это было моё отражение и больше ничего. Стоп, а может быть это мод про то, что как Семён поехал с друзьями, он в итоге сошёл с ума и перебил их там всех. Вот как бы для хоррора, в принципе, для такого вот клиширования, такая завязочка в принципе может быть. Как вот в Антилдауне было, приблизительно такое же то же самое. Так что в принципе теория может вполне тут и присутствовать такая. Я снова заглянул в ручей, теперь там было моё отражение. К моему удовольствию Настя оказалась весьма заботливой. Разобав и у Саши аптечку, слава богу у нас в компании человек достаточно опытный, чтобы прихватить аптечку в поход, девушка промыла мой лоб перекисью. При этом она находилась так близко, что я мог чувствовать запах её волос и слышать дыхание. А на столь внезапной близости моё сердце начало бешено стучать. Я даже забеспокоился, не гдрохнулся ли я сейчас в оборок от волнения. Да и не должен вроде бы, но привстать у тебя должен. Спустя пару минут медицинские процедуры были окончены. Настя отодвинулась и я снова мог ощущать мир вокруг нас. Теперь просто полежи 10 минут, чтобы рана успокоилась и затянулась. Ладно и спасибо. Сказал я, всеми силами сдерживая дрожь в голосе. Настя выражительно улыбнулась и кивнула. Проследив, как девушка удаляется, чтобы вернуть аптечку владельцу, я вздохнул и заполз в ближайшую палатку, не особо всматривавшись, чья она. Там я свернулся калачком поверх разложенного спальника и приколырил глаза. Ох, блин, лепута какая, полежу сейчас чуть-чуть. Меня кто-то очень не милосердно трят за плечи. Семен, ты обосрался. Разлепив веки, я сообразил, что уснул. Видимо, в чужой палатке. Рядом в позе лотоса сидел Саша и хитро улыбался. Вставай, весь поход проспишь. А я что, уснул? Вот, блин, как же так получилось-то? Не выспался ночью, что ли? Не выспался, дрянь какая-то снилась. Пока ты дрых, мы уже успели искупаться в озере и приготовили шашлыки. А, ну, то есть самая сложная часть уже сделана. Окей, когда шашлыки можно есть? Давай пойдем, только тебя не хватает. Окей, пошли. Когда мы вышли из палатки, я понял, мягкие сумерки, хотя высоко в кронах деревьев еще горело огнем повсеревшее солнце. Народ, шашлыки готовы! Мой друг стал снимать шампуры с углей и выкладывать их на газету, разложенную поверх небольшого раскладного столька, который привез кто-то из парней. Вся компания разместилась вокруг этого столька и принялась интенсивно уничтожать сочную свинину. Ну, что ж, я думаю, то, что на этом мы как раз приостановимся и продолжим уже в следующей серии. Я не знаю, попадем мы уже в следующей серии в Савенок или же это мод про то, что как Семен перестал быть социофобом, просто съездил с друзьями в лагерь, в поход, ну, как бы не в лагерь, а просто в поход на вот такой вот пикник, можно так сказать, и просто, просто как бы история про одногруппников и Семена. Как он нашел вот эту вот девчонку, которая как бы окажется, может оказаться Семеновой судьбой, но хрен его знает, узнаем уже в следующей серии. Так что на этом все, с вами был Натя, если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов по данной игре, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями, и всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока!